Девушки отдыхают 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 и не является на торжество, да над вами просто посмеялись. Уверяю вас, что я информирован лучше, чем кто-нибудь другой. Я же говорю, никто ничего не знает. Ничего. Что, я адреса не знаю? Да. То есть нет, адрес есть. Он прислал письмо председателю жюри, дав ему парижский адрес. Но адрес вымышлен, уже наведены справки. Положение жюри не завидное. Председатель сам не свой. Журналисты начали зубоскалить, уже придумали заголовки для вечерних выпусков. Лауреат загадка, жюри разыскивает лауреата. Да нет, это же как-то странно. Странно. Чёрт по берегу. Выбернуть свой роман на Конкоровскую премию, а потом даже не поинтересоваться его судьбой. Очень странно. А что это за роман? Как вы только что говорили, он называется? Молчание Гарпократа. Да, Гарпократа. Вы его прочли? А где же я мог его взять? Роман получили только члены жюри. По одному экземпляру отпечатанной машинке, подписанным Поль де Боа. Да, это ясно. А кто такой этот самый Гарпократ? Ну, как вам сказать, бог? Молчание? А, да. Конечно, греческий бог, да, я уже совершенно обалдел. Роман превосходит всё, что только можно себе вообразить. Говорят, совершенно выдающаяся вещь. Знаете, ведь премия была предрешена. Два кандидата было. Жюль Валар. Ну да, и Арман. Скажем, без солнца. И Роман, Арман Драймон с её праведницами. Да, ну что, надо сказать, праведница, это такая книга. Да, да. Да, ну, пожалуй, всё-таки Валар катировался выше. Да нет, эта праведница, это не роман. Одним словом, вдруг самый последний момент всплыл. Име этого Дубуа кто-то сказал, ради гения можно поступить с любыми правилами. Речь идёт только о гении. Ну, вот что, старина, вы заведующий литературным отделом нашей газеты, поэтому расшибитесь в лепёшку, но мы должны знать содержание романа. Хотя бы какой-нибудь отрывок. Нет, 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 нет. Так не пойдёт. Так не пойдёт, полосы дивизионовые. Если никто не хочет уступить, идите верстать газету сами. На второй, на третьей полосе ещё объявления надо резать. Каждый сует не какие-то простыни. Можно подумать, что никто не умеет сокращать. Как всегда, Нурбер размахивает своей карающей линейкой и кричит, что нет места. А потом всегда находится место и для моих двух небольших колонок, и ещё втискивается много-много других. У всех, оказывается, исключительный материал. Нет, всё, всё. Я больше ничего не принимаю. Газета готова, совершенно готова. У меня ещё материалы на четыре полосы. Понятно? Всё понятно, конечно, всё понятно. Хроника, как всегда, остаётся на таллире. А потом пойдут разговоры, что газета плохо информирована. Дорогая Рози, что я могу поделать, если каждый пропихивает мне вот такие вот куски, совершенно не заботясь о соседях? Нет, ну так работать невозможно. Ну хорошо, Нурбер прав. Газета действительно не резиновая, и каждый должен это понимать. Обратитесь к Морелли. К Андре Морелли. Он мой друг, он член жюри. У него наверняка есть эта злосчастная рукопись. Пусть он вам даст её посчитать. Ну, сделайте, что хотите, во всяком случае вы должны хотя бы перелистать её. Я очень надеюсь на вас. Но если бы не объявление... Ну, нельзя же обойтись без объявлений. Да я ничего не говорю, что объявления нужны, нужны объявления, но дело не в этом. Вы посмотрите на таллиры, что там они понапихали. Хорошо, с этим вопросом всё. Да, разрешите? А, это вы, Рубен. Заходите. Добрый день. Прямо из Голенополя? Привет, Радик. Салют. Читали последнее известие, знаете новости? Нет, я только что приехал, я не читал. Дело касается Ганкуровской премии. Я вам расскажу в двух словах. Садитесь. Благодарю вас. Устали? Надо немножко. Дело в Гренобле оказалось пустяшным. Да. В общем-то так, не фонтан. А мне понравилась ваша первая корреспонденция, остальные как-то хуже получались. Благодарю вас, разве да, остальные были просто ужасные. Да нет-нет, неплохие. Нет, а кто же лауреат? Да, так вот, слушайте, лауреата вообще нет. То есть, как это значит? А вот так, нет. Премия присуждена, а лауреат не явился. Любопытно, забавно, да. Неплохой материал для наших газет. Ого! Да, я думаю, что за этой историей с исчезнувшим лауреатом скрывается ещё что-то. За это дело надо браться вам, Рубен. Нет, Шеф, нет, нет. Это не по моей части. Я репортер, и я не знаком с литературным миром, с писателями. Круги, в которых я вращаюсь, они далеки от литературы. Это дело Доржана, он литературный обозреватель. Да, Доржан, конечно, он литератор, он хороший критик. Это бесспорно, что так. Дело своё он знает. Но мне кажется, что именно это дело ему не по зубам. Я понимаю. Вы устали, у вас дурное настроение. Благодарю вас. Дело в Гренобле и воеденного яйца не стоит. И всё же. Нет, Шеф, нет. Это не по моей части. Вот если бы речь шла о каком-нибудь красивеньком преступлении, закрепко-накрепко, с закрытыми дверями, там, о суде присяжных, ну, тогда... А в остальном это моя область. Увы, это преступление в бутылке чернил. Бутылка с чернилами уже есть? Да. Хоть это не по моей части, а было бы любопытно. Было бы весьма любопытно. Я имею в виду, ознакомиться с этим романом. Ну, конечно же. Поэтому я и просил Доржана разузнать всё как следует. В завтрашней газете должна быть полная информация для наших читателей. Алло. Да, это я. А, так, так. Очень хорошо. Так. Ну, я был уверен, ну, конечно. Ну, ясно, он не мог отказать. Так. А, жаль. Старик Симонив запишён? Что, фотомонтаж? Это Доржан. Так. Да, как можно больше подробностей. Ну, конечно. В десять? Ну, хорошо, в десять ты в десять. До свидания. Да, спасибо и вам тоже. Спасибо. Жюри не истовствует. Старик Симонив, вы знаете поэта Симонив? Считает, что это оскорбление Гонкуровского комитета. Доржан придумал, кажется, неплохую вещь. Он решил сделать фотомонтаж. Смонтировать фотографии Симони на фоне силуэта, который должен обозначать исчезнувшего лауреата. А что, это не дурно. Да, но самое... Самое главное пока остаётся тайной. Месье де Буа по-прежнему скрывается. Да, я не сказал вам самого главного. Доржану удалось кое-что узнать у Морелли. Вот читал этот роман и пересказал Доржану сюжет. Фабула несложная. Это история одного преступления. А что, это детектив? Нет. По-моему, нет. Скорее, мемуары. Это воспоминания человека, который волею обстоятельств вынужден совершить преступление. Но преступление на бумаге? Доржан говорит, что это написано с большой силой. Ну, сделать отсюда вывод, что убийство было совершено, всё равно, по-моему, это довольно смело. Шеф, у меня есть предложение, которое должно вас заинтересовать. Вы любите броские заголовки? Предположим, что убийство, описанное Дубуа, самое, что ни на есть, настоящее. Тогда на первой полосе мы можем дать заголовок с накшебательной. С накшебательной. Убийца. Ганкуровскую премию. А такого заголовка интеллигентного поэта, как ими является. Гастон Симони, может, просто хватит за удар? Убийца. Послушайте, Доржан, я... Что вы, Жозе, я нисколько не обижу. Нет, правда, на вас. Раз Бори так настойчиво предлагает вам заняться этим делом, ну, значит, с его точки зрения, оно выходит за рамки литературы. Я думаю, что он прав. У него есть этот, знаете, нюх. Ну, я уже сказал, что я займусь этим делом. Он образцовый редактор, превосходно разбирается в том, что можно послать сегодня на первую полосу под шапкой. Ну, действительно, дар предвидения. Да, да, да. Повторяю, я уже сказал, что я займусь этим делом, только в том случае, если это литературное, как я его называю, преступление, примет реальное очертание, и потом, естественно, только вместе с вами. Вы же знаете, что я совершенно не вхож в литературные круги, я с ними мало знаком. Вот пока все, что вам удалось узнать о романе Дубуа, в этом трудно делать какие-либо определенные выводы. Ведь если отбросить, ну, как бы выразиться, всю эту литературную оболочку, всякие там философские, психологические отступления, то, в принципе, ничего не останется. Да. Ну, теперь вам, наверное, не безинтересно узнать, с чем я вернулся от Мурелли. Во-первых, место действия. Автор точно его не указывает. Какой-то маленький городок на Горонне, в Винодельческом районе. И вот за что можно зацепиться в начале третьей или четвертой главы, кстати, оно написано блестяще, упоминается розовая гроздь винограда. Розовая. Может, ведь тогда имеется в виду Муасак. Да. Ведь там превосходный виноград. Ну, если даже место действия не в самом Муасаке, то, во всяком случае, автор хорошо его знает. Я думаю, что имел в виду именно его. Дальше. На одной из улочек города, обычно тихой и пустынной, убит старый букинист Нюэр. Убит тремя револьверными выстрелами. А причина? Преступление совершает автор. Причина? Причина. Причина необъяснимая ненависть. Кстати, все триста страниц романа посвящены тому, что автор пытается объяснить, что же толкнуло его на это преступление. В этом, собственно, суть романа. И он объясняет. Объясняет. Старый букинист Нюэр. Одинокий. Ну, естественно, жил, значит, в одиночестве. И, казалось бы, был доволен своим существованием. А убийца тот, наоборот, не переносит одиночество. Но вынужден жить один. Вынужден? Вынужден. Его постоянно раздирают какие-то противоречия, сомнения, неудовлетворенность, тоска. Ну, весь такой набор. И дан потрясающий психологический анализ. Значит так, писатель завидует букинисту, завидует его спокойствию, его простоте, да? Да. И убивает его. И убивает. Да, странно, забавно. А вы знаете район Гарона? Не важно. По-моему, там есть какой-то монастырь с 11 века, с превосходным порталом. Это мне помнится. А там... Там очень приятные места. Земля живная, плодородная, девушки. Ну, девушки прелестные. Девушки. Знаете, меня заинтересовало название романа. Это молчание Гарпократа, да? Вы чувствуете, что здесь есть какая-то взаимосвязь? Молчание Гарпократа и герой романа Старик. Мюэ. А странные имя? Букинист. Ну, Мюэ, не мой. Здесь определенно есть какая-то взаимосвязь. Молчание. Хотя... Нет, не понимаю. Да нет, ну, здесь-то как раз всё понятно. А что, до этого Гарпократа? Я порылся в энциклопедии. Там сказано, что Гарпократ бог молчания изображался с поднесённым к рту пальцем. Бог прикладывает к пальцам к губам палец и приказывает молчать. Ну, что скрывается за этим молчанием? Что означает этот уход в себя? А, может быть, это страсть? О, в романе кипят такие страсти. Это и есть главное. Они приводят, в конце концов, к убийству. Страсти. Ну, хорошо. А скажите, вот этот вот... описание. Если потребуется, то можно узнать это место? Улочки. Можно ли узнать, если понадобится место преступления? Да. Ну... Пожалуй. Да, хотя, как вы сами понимаете, я не застрял на этом внимание. Роман-то у меня был всего непродолжительное время. Я успел только перелистать рукопись. Ну, думаю, что... Давайте... Мне же в голову не приходилось. Давайте подведем итог. Значит, это... Знаете, там есть какой-то желтый фасад дома. Коридор, в котором пахнет сыростью. Маленькая, грязная, тесная кухня. Возможно, есть еще какие-то подробности. Возможно. Ну, оставим рассуждение. Зачем? Какие можно сделать выводы? Значит, это... Масак. Ну, Масак, или... Во всяком случае, его... Окрестности. Лавочка... Букиниста... И старик... Мэ... Который убит... Тремя... Револьверными выстрелами. А побудительная причина... Необъяснимая... Ненависть. Привет, Розенька. Что с вами? Ничего. Ничего особенного. Совсем ничего. Что случилось? Как обычно. Зашиваемся. Мерси. Да, 10 часов. Шеф в себя? Был в ротационном. Какие новости? Вечерние выпуски? Никаких. Если не считать... Дам Куровский время. Да. Ну, ладно. Як шеф. Алло, Норбер. Это опять Розье. Ты помнишь, дружище, что ты мне обещал... три колонки на авиационную катастрофу. Да, да, да. Это очень важно. Я у тебя просила всего только три колонки на развороте. А это материал, который заслуживает быть на первой полосе. Не подведи. Да, это очень, очень важно. Вы перечитываете свой репортаж, Жозе? Нет, нет, что вы. Так, рассматриваю газеты. Иногда полезно взглянуть на старые номера. А мой бывший шеф любил говаривать забудьте о старом номере газеты. Ваш шеф был неправ. С мнением читателя надо считаться. Простите, это последняя газета? Более старых номеров у нас нет? Только для вас. Благодарю вас, Розина. А что вы ищете? Сам не знаю. Не знаете. Не хитрите, Роберт. Дорогой Рубен, вы напали на какой-то след. Не смейте от меня скрываться, что там случилось. Вы занимаетесь всё этим делом в Гренобле, этим убийством? Нет? А чем? Ничего не нашли? Нет, нет, нет. Нет, не то. Что же вы всё-таки ищете? Устал. Знаете, хочу спать. Когда я устаю, всё для меня теряет реальное ощущение, я начинаю фантазировать. Как фантазировать? Вы будете смеяться, если я вам скажу. Ну, скажите, скажите. Нет. Лучше я вам задам один вопрос. Скажите мне, Розе, вот за последнее время между Тулузой и Ажаном не было убийства? Между Тулузой и Ажаном. А почему именно между Тулузой и Ажаном? Вы мне сегодня задаёте загадки, Робен. Постойте. Есть убийство на почве ревности. Это в районе Рашфора. Драка в Арле кончилась убийством. Большой пожар около Монпелье. А между Тулузой и Ажаном что-то ничего не припомню. Ну, нет, Аганя. Нет, нет, подождите. У меня ещё куча телефонограмм. Я сейчас посмотрю. Угу. Так. Это ещё один пожар. Интересно. Вооружённое ограбление. Это на две строчки. На строительстве под Лиможем раскрыта афера. Это не то. Ничего подходящего. Нет. Никаких сенсационных происшествий между Тулузой и Ажаном. Нет. Нет. Жозе. Я, кажется, нашла нужное вам убийство. Но это не блеск. Переданное по телефону из Тулузы. В Муасаке во вторник днём обнаружен труп букиниста. А? Вы это искали? Что это? Труп букиниста. Гюставо Муэ. Старик убит несколькими револьверными выстрелами. Он лежал в коридоре своего дома. Гюставо Муэ было 73 года. Он жил в доме один. Убийство было совершено в целях ограбления. Рядом с трупом была найдена золотая монета, очевидно потерянная убийцей или убийцами. Букинист славился скупостью. Ходили слухи, что у него припрятана крупная сумма денег. Предварительное следствие показало, что убийство было совершено ночью или рано утром во вторник. Полиция занимается расследованием. Да, да. Всё. Ну и что? Ничего. Да, кстати, сегодня ведь вторник, 26-й. Да. Значит, убийство было совершено либо сегодня утром, либо прошлой ночью, 25-го. Что мне делать с этими периферийными корреспондентами? Они никогда не торопятся. Куда мне теперь это девать, это убийство? Отдайте пять или шесть колонок на первой полосе. Ну что, вы же знаете, у нас там идёт эта история с Гонкуровской премией, с этим неизвестным лауреатом. Мы хорошо не будем ничего менять, так и оставим. Если Бори и Доржан не будут возражать, то это пойдёт под шапкой убийца, Гонкуровская премия. Только в скобках будет стоять от нашего специального корреспондента из Муассака, Жозера Бена. Ничего не понимаю. Это что, в связи с этим? Всё очень просто, Рози, и через несколько минут я отвечу на ваш вопрос. А сейчас мне нужно повидаться с Бори. Время не терпит. С Бори? Ах, да. А вы знаете, что Бори родом из Муассака? Да? А я думал, что он парижанин. Нет, он живёт в Париже с раннего детства, но родился в Муассаке. Он мне сказал об этом как-то мимоходом. Впрочем, это не имеет никакого значения. Да. Конечно. Да. 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 Ах, да. Могу ли я поговорить с Жозе Рубеном, репортером Пари Нуэль? Минуточку. Минуточку. Месье Рубен. Гастон Симоней, член Конкуровской академии. Жозе Рубен. Я признаюсь, никак не ожидал, что буду иметь счастье видеть вас сегодня. Я читал ваши стихи, я искренне восхищаюсь ими. Простите, я не очень хорошо знаком с Паридеей. Не будем сегодня обсуждать мои стихи, я пришел обсуждать произведение совсем другого автора. Молчание Гарпократа. Да, 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 да. Прошу вас, садитесь. Прошу вас, может быть, курить? Нет, благодарю вас. Я слушаю вас. Я должен сознаться, что считаю себя отчасти виноватым в этой истории. Ведь это я толкнул моих коллег голосовать за этого Дубуа. Дьявол его взял. Вы, наверное, слышали, какая идет обо мне молва. Меня считаю брюзгой, нелюдимым. Я ненавижу эту так называемую литературную кухню. Все эти рекомендации, интриги, комбинации, которые так любят многие из нас. Так вот, когда я получил эту рукопись и прочел ее, я ведь читаю все произведения. Когда я прочел эту рукопись, я сказал себе, это настоящий роман. Вот, наконец, произведение автора, который не пошел по проторенной дорожке. В этом нужно признаться, месье. Но молчание Гарпократа превосходный роман. Шедевр. Ну, в этом случае вы отстаивали неизвестного автора и начинающего писателя. Это делает вам честь. Да, но вы знаете, что из этого произошло. Месье Дубуа не пожелал явиться. И он поставил всех нас, а меня в том числе, в идиотское положение. Мы все оказались посмешищем литературных кругов. Тем более, что Фалларта считал, что премия у него уже в кармане. Вы понимаете, он-то был убежден, что получит большинство голосов. Но я счел нужным разрушить его планы. И большинство голосовало за Дубуа. Такой превосходный роман. Шедевр. Но я отвлекаюсь. Скажите, это правда, что вы собираетесь печатать шесть колонок под шапкой об убийстве, будто бы описанном в молчании Гарпократа? Откуда вы знаете? Значит, это правда. Ну, а откуда вы знаете? Я скажу вам больше. Я даже знаю, что вы собираетесь печатать мой портрет. На фоне силуэта мифического лауреата. Все-таки откуда вы это знаете? Я вам отвечу, как в детективном романе. Мне позвонил убийца. Что, что, что? Убийца. Только что. Я сидел дома. И вдруг раздался звонок. Я сначала хотел не брать трубку. Мне уже в течение дня звонили. Неоднократно мои коллеги, журналисты задавали мне вопросы в связи с этим дурацким романом. Ну, как вы понимаете, я всех посылал к дьяволу. Да. Так вот. Телефон продолжал звонить. Настойчиво звонить. А дело в том, что я со дня на день жду рождения внука. Мой сын живет в Бордо, и вот я... Короче говоря, я взял трубку и услышал какой-то странный голос. Я сразу подумал, что меня снова разыгрывают. Но мой собеседник, боясь, видимо, что я не стану его слушать, представился мне сразу как автор романа «Молчание Гарпократа». Он даже привел мне некоторые детали, чтобы доказать, что это действительно так. Он продемонстрировал, что хорошо знаком с романом, потому что он наизусть привел первую и последнюю фразу романа. И вот когда он убедился, что я буду его слушать, он сказал мне, что преступление, описанное вот в романе, только что совершено в действительности. что Густав Муэ, вот этот букинист, который там описан, не вымышленное лицо, а реально существующий. То есть, существовавший человек. Мне казалось, что я сплю и вижу какой-то кошмар. Этот звонок завершал весь сегодняшний день. Да. А потом он заговорил о вас. Обо мне? О вас! Жозе Робене, репортере Пари Нувель. Он даже мне сказал, что вам известны некоторые детали этого дела, подробности, и вы собираетесь ими воспользоваться, чтобы вот... То есть... Какие подробности? Он сказал, что вы специалист по уголовным делам. Угу. Да. Все правильно. Он сказал мне, что убийство произошло в городе Муассак. в департаменте Гарона. А вы знаете этот городок? Немножко. Ну, в общем, все верно. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но пока одно известно точно, что в Муассаке убит старый букинист Гюстав Мюэ. Так что, все верно, мы созвонились с полицейским комиссаром. Убийство действительно произошло. Тогда? На каноне. Вчера вечером, сегодня утром. Вчера вечером или сегодня утром, значит, он сначала написал свой роман, а потом убил. Вчера вечером. Ну, верно. И мы приспособили ему гонкоровскую премию. Вы этого не могли знать. Вы давали премию роману. Это ужасно. Это ужасно. Месье Робанин. Да. Вы действительно собираетесь предать этой истории широкую огласку? Послушайте. Не делайте этого. Умоляю вас. Или хотя бы повремените. Ради этого я и пришел к вам. Ну, подумайте о последствиях. На карту поставлена честь нашей академии. Мы присудили премию, гонкоровскую премию преступнику. Мы-то думали, мы-то думали, что нашли молодой талант неведомого гения, и оказывается, он убийца, преступник. Наша роль плачевна. Мы живем в чудовищное время. Месье Роберт. Мы живем в век грабежей и преступлений. Век гангстеров. Наша роль плачевна, я вынужден это повторить. О, Господи! Я только сейчас это понял. Литература поощряет преступление. Это символично. Вы меня понимаете? Кто же автор молчания Гарпократа вместе со всеми задает себе этот вопрос Гастон Симони, поэт, один из самых известных деятелей Гангкуровской академии. Да, бедный Симони. Если бы он видел это, он бы не уснул сегодня ночью. Фотомонтаж сделан довольно ловко и зло. Это ваша идея, Жак? Идея. Идея моя. Текст главного редактора. Подождите. Нет, это бессмысленное занятие пытаться найти какое-то решение с поездами. Если вы действительно очень хотите попасть пораньше в Муасак, то летите, Рубен. Летите самолет. Я ведь это же и предлагала. Не нужно связываться с поездами. Я понимаю, это очень важно побывать на месте преступления и посмотреть на все своими глазами, но я знаю, что это ваш метод, да и вообще мне кажется, что вам не следовало бы лететь в такое горячее время. Не следовало бы. мне кажется, что главный, основной узел в Париже это парижское дело. Вам кажется. на тебя я предпочитаю хороший и веский дом. Я хочу сказать, что преступник наверняка находится в Париже и никуда не собирается уезжать. Что вам делать, Муасаки? Зачем ему лезть волку в пасть? И стоит ли вам терять время на эту поездку? Минутка, шеф, вы же понимаете, что у Муасаки у меня есть надежда как-то разобраться в этом деле. Мелкие пересуды, соседи. Я все это понимаю. Все эти улики, которые можно обнаружить, не затрачивая на это силы. Я это прекрасно понимаю, но всеми этими мелочами мог бы заняться и другой репортер. А вы пошли бы по более интересному, на мой взгляд, пути. Я считаю, что это преступление совсем необычное преступление, а убийца необычный человек. Это литературное преступление. Неплохо звучит литературное преступление. Завтра можно дать заголовок. Ну, а дальше что? А дальше вот что. Робене следовало бы пообщаться с литераторами. Ну, разумеется, с вашей помощью при вашем участии и Жак. Понимаете ли, вы прекрасный литературный обозреватель, но вы не детектив, а тут мне нужен опытный репортер, который сумеет рассмотреть закулисную сторону дела. А мне кажется, простите, я вмешиваюсь, мне кажется, что вы допускаете ошибку. Вы исходите из того, что автор молчаний Гарпократа и убийца это одно и то же лицо. Да? А это что, доказано? Сдаюсь. Нет, 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 нет. Вы представьте себе, вот существует некто, кто прочитал рукопись Поля Дубуа. Ну, я знаю автора только под этим именем. Вот представьте, что этот некто, прочитав рукопись, возымел желание воплотить в жизнь то, что было рождено воображением писателя. Вполне возможно. Притянута за уши. Во всем этом деле есть одна поразительная вещь. Конечно, бывает, что автор выводит в своем произведении живое лицо. то есть существовавшее на самом деле ну, реально живущего человека со всеми его качествами, даже не под вымышленным именем, бывает, но редко, согласитесь, что редко. Что же делает этот Дубуа? По-моему, он как раз берет именно такого героя. Да? Он находит этого со стариками, а? Букиниста описывает его в жизни и потом превращает его в труп. Он подвергает его переуплощению два раза на бумаге книги и в жизни. Букинист ведь мертв. Кстати, убит он так, как предсказано. мне кажется, что убийца автор одно и то же лицо. Не знаю, насколько это убедительно. Да, возможно. Возможно. Ну что, пора расходиться. Два часа. Роба, так вы решили ехать в Муасак? Да. Конечно, ради самолет в пять утра. Ну, а варик, что же, поворчит немножко, потом отдаст необходимое распоряжение. А я отдохну немного. В порядке. Где вы собираетесь это сделать? Пишу в редакции. Вы же знаете, что я живу у черта на рогах и у меня слишком мало времени, чтобы добираться до своей постели. Ну, смотрите, а то у меня машина вне... Нет, нет, благодарю. Мне здесь будет очень хорошо. А, да, зачастник, очень, кстати, у меня тетушка живет в Муасаке, я написал ей письмо, но раз вы едете туда, может быть, вы передадите кинем. Ну, благодарю вас. Жак, вы с нами? Нет, я живу рядом. Не ждите меня, Розе. Салют. Салют, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Если вы не едете, Жак, то залежитесь на одну минуту. Дорожан, а может быть, Борис все-таки прав? и главное, в Париже. Дружище, постарайтесь достать экземпляр рукописи. Ну, ненадолго, нужно же знакомиться с ней. Хорошо. Поддерживайте постоянную связь с Морелли, и главное, с Гастоном Симони. Потому что этот зловещий ночной звонок, он как-то не идет у меня из ума. Все это очень странно. Я же в свою очередь постараюсь что-нибудь разузнать в Масаке, и при первой необходимости я вас просто вызову туда. Согласны? Абсолютно. Ваш все равно будет вас. Знаете, даже не решаясь как-то пожелать вам спокойной ночи. Да, ну, ерунда. Спокойной ночи. Не ерунда. А вы действительно остаетесь здесь? Ну, разумеется. Мне так кажется, что... Нет, нет, нет. Я не Трушева, я не Симони, а потом убийца ведь звонил мне мне. Да. Все-таки что, Бори прав. Прав, он действительно прав. Дуба, не в Масаке. Наверное, в Париже еще где-нибудь неподалеку. Вот что интересно. его интересует почему-то наша газета. Мне как-то из головы не выходит, почему он позвонив Симони разговаривал с ним о репортере Паринове. Обо мне? А может быть, он просто готова дать должное мне как детективу любить? Знаете, Робен, все-таки мне кажется, что оставаться здесь одному как-то неблагоразумно. Да ерунда. Почему одному? Во-первых, внизу вахтер, в ротационном еще есть рабочие, под рукой телефон, так что отправляйтесь к себе и спите спокойно. Всего доброго, Дорожан. Спокойно. Знаете. Спокойно. Амir. Спасибо. 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 Недельник, 25 ноября. Убийство Гюстава Мюэ. Недельник, 26 ноября. Присуждение Ганкуровской премии. Переполох в литературных кругах. Вечером убийца звонил поэту Симони. Поэт Симони трусит. Горпократ. Бог с пальцем у рта. Бесспорный шедевр. Непризнанный гений. Он родился в Урсанке. Он родился в Урсанке. Мне кажется, что основной узел в Париже. Это парижское дело. Мне кажется, что основной узел в Париже. Это парижское дело. Родился в Урсанке. Он родился в Урсанке. Родился в Урсанке. Он родился в Урсанке. Париж. 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 Что с вами, лев? Вы ранен? Черт. Что-то, ничего? Вы в состоянии дойти до комнаты? Что ж, что ли? Выпейте воды, Жак. Выпейте. Да, старина, это вы легко отделались. Можно сказать, просто царапина. Может, разорвать? Не надо, не надо, не трогайте. Не трогайте платка, вполне достаточно. Рука поболит, у меня два. Ну, пройдет эта царапина. Как это все случилось? По-моему, это все очень просто. Я, видно, попался под руку этому писателю. Можем признаться, что когда мы с вами расстались, я уже стал как-то не по себе, я уже был на стороже. Почему убийца позвонил Шимони и уговарил его встретиться с вами? Угу. Нет, короче говоря, меня это как-то настораживало, что вы стоите здесь один. Мне это не очень нравится. Нравило. Знаете, когда я вышел из здания, мне показалось, что справа от меня, ну, в конце улочки, там кто-то мелькнул. Я не обратил на это внимание, думаю, случайный прохожий. Пошел, как всегда, налево к себе домой. Ну, что, только две-три попутно машины, пройдя шагов пятьдесят. Я не понимаю, почему, но я вдруг обернулся и увидел у здания редакции какую-то фигуру. Но в это же мгновение она как растворилась в темноте. Я тут же бросился к вам бежать. Естественно, подумал, что вы там одни. Страшно вас оставлять одного. Но у входа никого не было. Я вошел в холл, вы же знаете, там всегда горит свет. Да, да, да. Только у лифта темновато, но и там никого не было. Я пошел, подошел к лифту, и вот тут раздался... Не надо, не шевелите все время рукой. Тут раздался выстрел. Просто просвистело мимо меня. А откуда раздался выстрел? С какой стороны? Ну, с левой стороны. Там же у нас, знаете, тот чуланчик, где уборщицы качут все эти тряпки, швабры. А второй выстрел, который ранил вас? Минутку. Знаете, мне стало жутковато. Я, конечно, не трусливее других. Но все же, ведь я стоял перед врагом и довольно предприимчивым врагом. Не имея возможности дать ему отпор. У меня было два пути отступления. Либо, значит, назад, к выходу. Но там я опять попадал в освещенное пространство. Либо к лифту. И я выбрал лифт. Ах, тут я совершил глупость. Я вошел, тут уже захлопнул за собой дверку. А когда входишь в лифт... Свет включается автоматически. Включается автоматически. Я стал прекрасной мишенью. Да. Значит, второй раз он стрелал снаружи через стекло. Почти попор. Но... Царапнул мне плечо. Я, естественно, к боли присел. Ему, наверное, показалось, что он меня серьезно ранил. Да. Вы легко отделались. Вы были на волоске. А вы знаете, Жозе... Я уверен, что не я ему нужен был. А кто? Кто? Так и вы. Вы же один оставались. Один на всем этаже. Ну, нет, старина, нет. Это... Это нелогично. По-моему, это очень нелогично. Нет, нет, нет. Ну, если он угрожал мне... Этот самый... Ну, предположим, что это и был... Дубуа. То зачем же ему так глупо привлекать... К себе мое внимание? Сначала он позвонил Гастону Симони. Назвал мою фамилию. Симони предостерег меня. А потом ночью убийца явился в редакцию. Для того, чтобы покончить со мной? Нет. Нет, нет. Здесь что-то не так. Нет. Но вас-то он хотел убрать по понятной причине. Вы были для него свидетелем, который мог его впоследствии опознать. К счастью, для вас он не снайпер. Ведь он стрелял в вас почти в упор. В упор. Я просто вижу эту руку вот в сторону кабины. Она была в кожаной перчатке, нет. Я не убежден. Знаете, может быть, действительно мне все это показалось. Я не убежден. Да, действительно показалось. Жуткая история. Ну хорошо, давайте я помогу вам одеться. И так далее. Ну как же встать в Донбассе? Ну встать в туалет. Преступник знал этого, что его там не будет. Да, во всяком случае он был хорошо осведомлен. Но то, что сторож ничего не знает, это неплохо. Потому что в этой истории не нужно лишнего шума. Ну хорошо, отправляйтесь домой и постарайтесь быть в курсе всех дел. Я же со своей стороны в Масаке постараюсь что-нибудь узнать и, по возможности, тут же сообщу вам. Подождите. Доржан, а ведь Бори из Масака, вы знали это? Нет, я ничего об этом не знал. То есть он с детства живет в Париже, но в Масаке у него остался дом, который он получил по наследству. И там живет его старая тетушка. Он иногда навещает ее. А зная, что я еду в Масак, он даже попросил передать ей письмо. Ну ладно, пойдемте. Что вы собираетесь сейчас делать? Вы останетесь здесь? Конечно. Но это опасно. Нет, мне кажется, что никакой опасности нет. Я лично убежден, что во всех поступках этого убийцы много театрального. Ну, как по-вашему, что означает телефонный звонок Симонии и разговор обо мне? Убийца слышал, что я специалист в некотором роде по запутанным уголовным делам. И вот он соблазняет меня, как бы бросает мне вызов. Наслаждается этим, усложняю игру. Ну, если бы он меня сейчас прикончил, игра потеряла бы для него всякий смысл. Ну, а зачем он стрелял в меня? Очередная инсценировка, я думаю. Я же сказал вам, что преступник не отличается ловкостью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отблеск огня вспыхивает на твоей щеке и гаснет. Отныне ты скрыто присутствуешь во всем, что я пишу. Невидимые чернила любви Водяной знак сердца Красивые стихи Когда поутру ты уходишь Мне остается немало Твоя тень В сонных складках простеней Прерывистое безмолвие твоего сна И легкий рассеянный невесомый след Твоего поцелуя На почерк Почерк Уже за Робайн слушает? Робайн, это вы? Ага Это вы, Доржан Уже добрались? Да, все Как рука? Очень больно? Ничего, все в порядке, прекрасно Замечательно Спокойной ночи К сожалению, я вам не могу пожелать того же Да нет, у меня все в порядке И вскоре я прилечу над вашим домом Желаю удачи Благодарю вас К 12 дня вы получите Первую информацию Идет Ну, еще раз доброй ночи Всего доброго Пока, Стаминов Да, я слушаю, это вы, Доржан? Алло Алло Кто это говорит? Что такое? Что вы хотите? Что вам нужно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok